Спросите людей из своего окружения, занимаются ли они тем делом, которое им по-настоящему нравится и которое им действительно подходит? Как много людей смогут дать положительный ответ на этот вопрос? Одним из таких людей является Патрик Эверс, основатель образовательной платформы MindMevan. Патрик считает, что он смог найти именно то занятие, которое ему больше всего подходит, и очень большую роль в этом сыграло понимание своих, так называемых, тем жизни. Далеко не каждый может найти то дело, которое ему подходит, хотя бы потому, что мы не знаем, что именно нужно сделать, чтобы его определить. Поэтому сейчас вы узнаете советы Патрика Эверса о том, как найти те самые темы жизни и как с их помощью определить для себя дело своей мечты. Для начала нужно понять, что такое темы жизни. Темы жизни это самые простые вещи, которые описывают вашу личность, описывают вашу жизнь самым очевидным и фундаментальным образом. Но вот главная проблема в том, что чем больше мы заняты своей жизнью, тем сложнее нам становится отфильтровывать и не обращать внимание на весь тот ненужный шум, который присутствует вокруг нас. И для этого есть одно простое, но в то же время очень эффективное упражнение, которое поможет вам найти те самые главные темы жизни. Упражнение включает в себя 6 шагов. Первый шаг. Вам нужно определить, что вы любите, а что вы не любите делать. Для этого возьмите обычный лист бумаги, начертите посередине линию, слева напишите все те вещи, которые вы делали за последнее время и которые вам понравилось делать, а справа напишите вещи, которые вам не понравились. Можете рассмотреть любой период, месяц, полгода, год. Можете вспомнить всю свою жизнь, каких-то ограничений нет. И после этого запишите все, что только приходит к вам на ум. Не отбрасывайте воспоминания, которые будут приходить к вам в голову. Задавая себе подобный вопрос, вы сможете определить для себя некоторые моменты. Записывая ответы с левой стороны, вы сможете понять, какие вещи или какая деятельность дала вам ощущение дополнительной энергии. Какая работа давалась вам очень легко и с удовольствием. Какие события вызывали у вас приятное волнение. Чем вам хотелось поделиться с другими людьми. Когда же вы перечислите все те вещи, которые вам не понравились и запишите их с правой стороны, вы сможете понять, что вы постоянно старались отложить на потом. С какими основными трудностями вам приходилось сталкиваться, чтобы закончить работу. О каких вещах вы старались как можно быстрее забыть после их завершения. От какой работы вы всегда старались отказаться всеми возможными способами. Пишите все, что только приходит к вам на ум. Ничего не отбрасывайте, не размышляйте над записанными вещами и не критикуйте их. Второй шаг. Определите, что у вас получается делать хорошо, а что плохо. Здесь принцип точно такой же, как и в первом шаге. Вы берете листок бумаги, посередине чертите линию, слева пишите вещи, которые у вас получается делать хорошо, справа, которые плохо. Чтобы понять, что написать слева, задайте себе следующие вопросы. Какими результатами я больше всего горжусь? Какими достижениями я бы хотел поделиться с другими людьми? Какая работа принесла мне реальную выгоду? По такому же принципу справа вы пишите то, что у вас получается делать не очень хорошо. Третий шаг. Определите ваши сильные и слабые стороны. Как вы уже, наверное, поняли, берем листок бумаги, чертим линию, слева пишем сильные стороны, справа слабые стороны. К сильным сторонам можно отнести черты вашего характера, ваши способности и навыки, таланты, очевидные преимущества среди других людей, наличие ресурсов и связей, которые могут вам помочь, какие-то качества, которых нет у большинства людей и так далее. Слабые стороны – это ваши очевидные недостатки, это те вещи, за которые вы себя критикуете, это то, что не нравится в вас другим людям и так далее. Теперь вы обозначили для себя те вещи, которые вам нравятся и которые не нравятся, определили, что у вас получается хорошо, а что не очень, а также выявили для себя сильные и слабые стороны. Самое время перейти к анализу всего записанного. Четвертый шаг – проанализируйте и дополните свои идеи. Посмотрите на все, что вы написали. Если к вам пришли какие-то новые идеи, то допишите их. Если вы поняли, что какие-то выводы были поспешными, то вычеркните их из списка. Это упражнение поможет вам осознать, какие вещи всегда приносили вам удовольствие и в какой работе вы были по-настоящему хороши. Здесь вы не узнаете ничего сверхъестественного, чего не знали раньше. Но зато вы четко узнаете, что скрывалось на уровне вашего подсознания. Но если вы хотите получить еще больше эффекта от всего сделанного, выполните еще два небольших шага. Пятый шаг – найдите свои темы. После того, как ваши списки будут полностью сформированы, дополнены и исправлены, сгруппируйте все пункты в несколько общих тем. Например, среди всех вещей, которые вы написали, вам больше всего нравится организовывать какие-то мероприятия, заниматься составлением списков покупок, придумывать различные конкурсы. И при этом вы понимаете, что вам абсолютно не по душе сидячая и кропотливая работа с какими-то документами. Все эти вещи можно сгруппировать в одну общую тему, которая будет относиться, например, к организаторским навыкам. Сделайте подобную группировку для каждой вещи. Как только вы выделите несколько подобных тем, это и будут те самые темы в вашей жизни. Шестой шаг – определите самые главные темы. Если вы определили для себя несколько тем, то выделите те, которые имеют самый большой смысл и которые оказывают наибольшее влияние на вашу жизнь. Рассматривайте эти темы с точки зрения самореализации, удовлетворения и счастья. Если ваши выделенные темы подходят к тому, кто вы есть на самом деле, если вам наиболее комфортно с ними, значит это и есть те самые главные темы в вашей жизни. После того, как вы закончите это упражнение, вы получите ясность в том, что именно вам дает энергию, чем вам нравится заниматься больше всего и что делает вас по-настоящему счастливым. Данное упражнение, которым поделился Патрик Эверс, полезно выполнить абсолютно каждому человеку, независимо от того, чем он занимается. Ведь оно поможет соотнести вашу деятельность с основными ценностями и повысить удовлетворенность от жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok